Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам для дождя. Интересная тема. Я, честно говоря, никогда не задумывалась, какие ароматы носить в дождь, но, открыв свой шкаф, я поняла, что те или иные ароматы наиболее как-то более подходят для дождя и ассоциируются именно с дождливой погодой, с дождливым настроением, может быть, с таким немножко унынием, немножечко меланхолией, ну, и все в таком ключе. Я люблю дождь, я люблю быть в дождь дома, скорее всего, я не люблю попадать под дождь, но, тем не менее, если вы попали под дождь, это тоже очень прекрасно, очень романтично, причем я никогда не ношу зонтики, вот у меня такая есть пунктик, что у меня нет зонтика. И никогда его не было, вот сколько себя помню, я все время без зонта и все время попадаю в какие-то приключения дождливые. Ну, видимо, это моя такая фишка. И давайте начнем. Какие ароматы для дождя я подобрала сегодня? Итак, аромат, конечно же, номер один для такого, знаете, летнего дождя в городе, я думаю, или где-нибудь в лесу, знаете, в пригороде, это, конечно же, Эден от Кошарель. Он вообще такой водный, скажем так, аромат, русалочий, как говорила Наташа Золотарёв, мне очень понравилось. Русалочий аромат Эден, вот для дождя, мне кажется, один из самых таких идеальных, гармоничных, создающих настроение, даже если вы находитесь дома и за окнами барабанит дождь, этот аромат, мне кажется, как ни один другой будет дополнять вот это вот дождливое настроение. Он пахнет, ну реально, он пахнет дождем, он пахнет какими-то, знаете, фруктами, дыней, немножко таким, знаете, землей после дождя, такой уже прелый. Ну, некоторые слышат здесь какую-то гниль, гнильцу, я не слышу ничего подобного. Он для меня достаточно свежий, но вот такой вот зелёный, влажный лес после дождя. Красивый, красивый аромат, ношу его редко, всё время что-то забываю, когда идёт дождь, надо как-нибудь мне его, конечно же, достать, но вот прямая ассоциация, конечно, только с ним. Дождливый аромат Эден Кошарель Намбува. Следующий аромат для дождей тропических, для дождей жарких, для дождей, которые приносят, знаете, такое умиротворение, вот когда жара-жара-жара, вы уже не можете, вы изнываете от этой жары, и вдруг наступает вот этот дождь, который приносит облегчение, приносит такой вот, снимает всю усталость после жары. И вот этот вот аромат подходит именно для таких жарких, летних, тропических, может быть, дождей. Это же, конечно, аура от Мюглер. Аромат на дождливую погоду, аромат о дожде, аромат о влажных тропиках, о тропических каких-то лианах, о жарком отдыхе где-нибудь на берегу, на Бали, в Таиланде. В общем, влажный климат, влажный жаркий климат этому аромату большой бонус. Большой бонус. Мне кажется, ну, это все на любителя, но я носила его именно с жарой летом. Он, конечно же, прекрасен. Если это еще дополнено именно вот этой влажной погодой, влажными дождями, ливнями. Знаете, вот бывают на Бали или в Таиланде вот эти затяжные дожди. Вот этот аромат пахнет именно такими затяжными, мне кажется, дождями. Когда природа вся вот дышит. Природа вздыхает, дышит, просыпается, возрождается снова после вот этих вот жарких дней. Аромат о тропиках, как я уже сказала. Ванильный. Ваниль здесь такая, скрашена какими-то непонятными для меня, честно говоря, нотами. Ну, пишутся там какая-то лиана или ревень, может быть, может быть. Для меня этот аромат такой загадочный, космический немножко. Ну, прекрасно. Прекрасная аура. Вот на дождь, на тропический дождь, она будет великолепна. Следующий аромат. Это уже дожди такие в городе. Урбанистический дождь. Где-то, вот знаете, в центре города, высотки. И люди без зонтиков, ну, как я обычно делаю, где-то прячутся под крышами, под козырьками этих домов. И вот он льет прям вот с высоты полета птичьего стеной. Вот этот шквал воды. Это очень круто. Это очень круто. Я пару раз даже разувалась и ходила. Особенно в Москве я помню, как я шла по Кузнецкому мосту босиком, вот в такой дождь. Это было прекрасно. И вот аромат именно такого дождя для меня это аромат Дан Лепфок от Луи Виттон. Вот есть в нем какая-то водная содержимая. Водная нота. Водная содержимая. А он, мне кажется, будет очень красив. Именно вот такой городской красивый летний ливень. Летний ливень, романтичный, как... Я шагаю по Москве, помните, девочка там шла? Вот что-то такое в этом аромате есть. Мне кажется, столько в нем будет шарма, столько в нем будет глубины в дождь. Дан Лепфок, Луи Виттон. Прекрасный. Прекрасный аромат. Как я его себе вижу, именно для городского дождливого настроения. Следующий аромат. Вообще ароматы с ирисом, мне кажется, очень красивы в дождь. Я люблю ирисы. Ирисы для меня немножечко такие меланхоличные ароматы. Очень глубокие, очень такие вдумчивые. Но иногда они мне дают такую грусть. Заставляют меня немножко взгрустнуть. Ну, все зависит от настроения. Очень красивый ирис Шалемар инициал. Я думаю, что он бы очень красиво звучал в дождь. В дождливом климате. Мне кажется, даже в такие осенние дождь, в такую пасмурную погоду, такую серую, унылую, он бы немножечко раскрасил ваш день. Этот аромат. Жаль, что он уже снятый. Но вот он такой, знаете, пахнет солеными слезами. Ну, вот есть в нем какая-то такая грусть. Грусть щемящая. Иногда, вы знаете, все зависит от, конечно, настроения. Но иногда в дождь погрустить хорошо. И в этом аромате что-то такое есть из этой грусти. Шалемар инициал. Очень красивый, пудрово-ванильный аромат с очень красивым ирисом. Я думаю, что да. Он вот такой грустный. Туда же идет грустный ирис от Лилаба. Кто знает, наверное, поймут меня. Он немножко, конечно, совершенно другой. Он более землистый, более такой, более объемный, что ли. Более такой вот у вас берущий прям в тиски. Здесь все полегче, поизящнее, наверное, поносибельнее. Но вот тот ирис тоже хорош был бы в дождь. В дождь. Естественно, не могу обойти вниманием мой любимый мицуко. Мою любимую мицуко в туалетной воде. Это вот реально дождь. Дождливый аромат, уныние, грусть, меланхолия, какая-то задумчивость, печаль. Но все это без надрыва, все это без рыдания, без всяких нам, знаете, таких вот ярких эмоций. Это вот все больше вот так в себе. Это твое, твой внутренний какой-то там мир. Не на показ. И вот этот вот аромат, вот он об этом. Я его носила в дождь не раз. Вот он в дождь наиболее красиво раскрывается. Вот этот фруктовость, вот эта вот шипровость, вот эти вот шипровые ноты, которые мы любим. Кто любит шипровые ароматы, вот шипровые ноты в мицуко, они наиболее красиво звучат в дождь. Мне он очень нравится. Очень нравится, очень такой ностальгический, живописный аромат, очень живописный. Следующий аромат, который, мне кажется, подошел бы в дождь. Я его никогда в дождь не носила, но мне кажется, он был бы вообще супер. Летний дождь, прохладный дождь, может быть дождь где-нибудь на морском берегу, смешанный с соленым бризом, с соленым воздухом. Может быть дождь такой весенний, первый капель, знаете, и дождь, и еще больше тает снег, и все в этом ключе. Это, конечно же, молочный зуб от Сержа Лютанса, Дендуле. Молочный зуб, очень красивый аромат, я уже говорила. У меня прямая ассоциация с ним, это весна, это весна в душе, весна на улице, зарождение чего-то нового. Очень такой, он свежий, он свежий, свежий, ну, когда вот зарождается, когда у вас что-то, вот какие-то новые планы, новые идеи, новые какие-то процессы происходят в вашей жизни, внутри вас и так далее. Вот этот аромат, он об этом, об остановлении. Все, что весной, это все об этом аромате. Вот он пахнет немножко дождем, он пахнет, ну, потому что, наверное, он мне пахнет вот талым снегом, капелью, ручьями весенними и так далее. Это все вода, это все вот о природной такой стихии, и он там присутствует. Следующий аромат, я его недавно носила в дождь, дождь это мало сказано, это был прям ливень, это был шквальный ветер, и у моей подруги был день рождения, и мы ходили в кафе на берегу океана. И у меня фото есть в инстаграм, я там такая вся, и там вот просто стихия, океан бушует, шторм, ветер просто пронзает, то есть мелкими бережками там от машины до ресторанчика все пробежали. Мне, конечно, нужно было сфотографироваться, и вот этот аромат у меня сейчас ассоциируется вот именно с этой вот погодой, с этим штормом на берегу океана. Холодный воздух, очень холодный воздух, ледяная вода с неба, хорошо, еще града не было, и вот океан. Когда океан в таком настроении, это, конечно, грандиозно, но это страшно, это страшно, это вот прям, знаете, брызги, брызги летят, несмотря на то, что ты на огромном расстоянии стоишь от самого бушующего океана, брызги все равно на тебя попадают, эти соленые, холодные, в перемешку с этим ледяным воздухом, в общем, все это так гениально, 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 это прям стихия, знаете. И аромат, которым я была в тот день, это Назомата China White, China White Назомата, он просто, я когда собиралась, ну как в день рождения, я нарядилась, у меня было платье черное такое простое, такой меховой жилет, потому что реально холодно, там макияж, стрелочки, по-моему, даже взяла, сумочка, ну все, все красиво, и я решила дополнить такой элегантный образ вот таким элегантным, прекрасным ароматом. China White, ну он так шикарно раскрылся в такой холодрыге, холодрыге такой дождливой, что я, конечно же, не могу не показать вам его в этом видео. Вот эта вот пудра, необыкновенно шлейф, мощь, все спросили, что такое, как от тебя хорошо пахнет, ну меня все отмечают всегда, девчонки, как от меня пахнет, потому что все знают, что я люблю ароматы, но тем не менее, ну как бы его не отметить невозможно. Аромат потрясающий, аромат пудровый для меня, ну пудра здесь, как я уже говорила, такая немножечко порошковая, немножечко как медицинская, как какая-то такая синтетическо-лабораторная, какая-то странная. Или такая очень винтажная пудра из какого-то старинного винтажного редикюля. В общем, такая смесь непонятная, знаете, вот если смешать две вот этих составляющих, получается China White от Назомата. Бесподобно, бесподобно, где-то вдалеке, вдалеке там есть роза, но роза здесь такая, знаете, засохшая. Вот прям, если вот так пальцем на нее тронуть, она пух, и вся в пыли рассыпется. Вот что-то такое, знаете, очень аромат абстрактный, как картина Сальвадора Дали, например, да, вот эти вот слоны с длинными ногами, вот эти вот какие-то символы, вот этот аромат символ. И вот эта вот вся красота, вот в тот дождливый, холодный день, звучала очень прекрасно на мне. Так что я вот прям это видео, как нельзя лучше рассказать эту историю именно в этом видео. Следующий аромат, я его тоже не носила в дождь, какие-то носил, какие-то нет. Рив Гош от Yves Saint Laurent, мне кажется, на дождь это вот то, что надо. Он прохладный, он металлический, он альдегидный, он свежий, он такой, вот знаете, скрипучий, с когтями немножко аромат. Мне он очень нравится. Я знаю, кому-то он категорически не нравится, кто-то его не может носить, но для меня он один из самых таких ароматов знаковых, необычных. То есть для меня очень, мне безумно нравится содержимое, оформление, мне безумно нравятся содержимое. А оформление и содержимое идеально между собой пересекаются. То есть это вот, я не могу представить этот аромат в любом другом вот флаконе, нежели вот в этой металлической тубе. Великолепный, великолепный аромат для холодного тоже, пронзительного, дождя, знаете, даже града. У нас здесь, кстати, бывает очень часто град. И вот я прям представляю вот эти вот снежки, которые падают с неба, ледяные. И вот этот аромат. Кайф, кайф. Я помню ехала в машине, как раз был этот град, и стучала по крыше. Конечно, это страшно, я все время думаю, что сейчас мне окно разобьется или еще что-то. Но встать нельзя, ты не можешь встать посреди дороги и бояться, ты должен ехать. И вот ты едешь, этот град барабанит вот так вот под стеклом, просто с оглушительной силой. И вот этот аромат, вау, это было бы шедеврально. Но ты никогда не знаешь, что будет, какая погода и что такое. И что-то надо было бы одеть это. Кто же знал. В следующий раз буду смотреть прогноз погоды. Если будет град, одену, вам расскажу. Следующий аромат для таких тоже очень холодных дождей. Черные специи от Родерика Маля и Мишел Рудницка. Мишел Рудницка, черные специи. Аромат согревающий, аромат горячий. Аромат просто, вы знаете, необыкновенно красивый, который перебьет все на свете, который отполирует ваши чувства, знаете. Если вы устали, если вы в унынии, если вы в депрессии, этот аромат, он вот просто все сотрет и возродит вас заново. После горячей ванны вот этот аромат нанести, ребята, это просто бомба. Эти черные специи, это просто бомба. Куча специй необыкновенной, невероятной красоты. Красная, черноты, бордовая даже роза. Вот это все здесь. Я поклонник Родерика Маля и всех его парфюмеров. Мишел Рудницка, Репьон, естественно, куда же без него, аллилуйя. Все они великолепны. Все они великолепны, ароматы великолепны. И вот этот аромат, я представляю, вот шквальный дождь, вы замерзли, вы забыли зонтик, вы вообще там все промокли до нитки. Бывает так, у меня один раз так промокло вплоть до нижнего белья. И я бежала на работу, бежала на работу, прибежала и вот в такое положение, знаете, попала. И вот такой аромат потом нанести. И все. И вам не нужна ни грелка, вам не нужна ни теплая одежда, он реально вас согреет. Аромат черной специи, Фредерик Маль, вот он об этом. Он об этом. Я помню, я шла через парк и начинался дождик. Ну, зонтик у меня никогда не был, но я думаю, успею, дойду. А парк у нас огромный и негде вообще спрятаться. Нету ни козырьков, ничего, только вот деревья. Дождь был сильнейший, гроза, молния вот так сверкала. Естественно, под деревом ты не спрячешься, сесть на лавочке ты не сядешь, как дурак. И тебе приходится идти. Я понимаю, я иду, с меня вот просто лилось ручьем вот эта вот вода. Я пришла, я как... Знаете, это обновляет... Это так странно звучит, наверное, но я так хорошо потом себя чувствовала после этого дождя, когда пришла. Как будто, вы знаете, обновилась, как будто вот в купеле в какой-то искупалась. Это очень здорово. Вот мне этот аромат вспомнился в связи вот с этим вот происшествием. Хорошо, что это было лето, было не холодно. Но вода все равно, когда так поливает, холодновато. Дальше. Аромат Courage in Blue от Courage. У моей мамы был когда-то этот аромат. Еще в старой версии, в версии духи. И этот аромат для меня просто иконостас. Вообще, обожаю его, обожаю. Это уже новая современная версия. Не так хороша совершенно. Если ищете, берите, конечно, Vintage, берите старые концентрации, берите в старом оформлении. Сто крат лучше. Это уже у нас современная версия. Но она неплоха. Она неплоха. Здесь много составляющих. И вот этот вот аромат, он о таком дожде летнем, кратковременном. Знаете, вот когда он пройдет, и потом так, чек, радуга, и все уже, солнышко, и как будто бы и не было дождя. Такой, знаете, дождь-призрак. Это вот об этом дожде. В нем здесь солнце есть, в нем здесь есть много-много трав. Причем трав таких луговых цветов. Ромашка, какие-то, знаете, может быть, васильки. Ну, все-все-все-все-все луговое. Колоски, вот эта вот скошенная трава. Вот здесь это есть. И я помню, именно в маминых духах это все было настолько концентрировано, настолько красиво, настолько, что мне до сих пор запомнилось. Вот эти духи у нее были, я скупила, помню, вот этот. Думала, что да, это будет тоже, но это совершенно, к сожалению, не то. И вот этот вот аромат, я сейчас, когда подбирала, делала подборку, мне вот он именно напомнил о таких вот кратковременных дождях. И последний, заключительный аромат. Знаете, когда мы представляем себе Лондон, например, или Англию, да, Англию, Лондон. Лондон, ну, как бы это лицо. Это вот бридж и все-все-все-все-все. С этим связано и все время мы представляем это в дымке дождя, в дымке какой-то такой немножечко депрессии. То же самое могу сказать и о Санкт-Петербурге. Не о депрессии, а о дожде. О дождливых таких днях, немножечко прохладных, таких немножко неуютных где-то, да. Ну, смотря от настроения, смотря, если это зима, если это лето, если это весна. Все зависит от погоды, да. Но дожди там, конечно же, очень часто. И вот, когда я думаю о двух этих городах, мне кажется, что для них подошел бы аромат в дождь. Вот этот. Music for a while от Карлос Бен Джан. Нет, Карлос Бен Айм, наверное. Я, извиняюсь, плохо произношу. От Фредерика Маля. Вот называется как. Music for a while. Аромат о лаванде и о ананасе. Ананас я здесь вообще не слышу, девчонки. Слышу только лаванду. Лаванду, причем такую аристократичную, классическую. Вот прям... Ну вот, я люблю лаванду, люблю лавандовые букеты, люблю сушеную лаванду, люблю где-то там, вот знаете, в булочке иногда посыпают лавандой. Люблю лаванду. И вот здесь вот именно вот эта лаванда такая классичная. И вот аромат лаванды и вот этих вот двух красивейших городов, Лондон и Санкт-Петербург, мне кажется, вот сочетались бы очень здорово. Ну, это моя такая, знаете, сейчас была мечта посетить снова Санкт-Петербург, ну и Лондон первый раз. Тоже было бы неплохо, я бы взяла бы вот именно вот этот аромат. Этот аромат, какое-нибудь такое пальто или какой-то пыльник, знаете, такой плащ, смотря в какое время года я туда поеду. И вот этот аромат был бы очень уместен. Ну что же, на этом все. На этом все. Вот такой получился обзор. Честно, сделала спонтанно. Мне очень понравилась эта тема. Вот мои подписчицы «Ароматы в дождь» в Инстаграме мне написали очень много интересных тем. Вот я потихоньку снимаю. И вот прям села, пришла сегодня, вот сейчас пришли с сыном с прогулки и решила вот прям вот для вас записать такое вот прям настроение. Надеюсь, вам понравилось. С вами была Аленка Блок. Пишите ваши ароматы на тему дождя, на тему дождливой погоды. Все. Всем пока. Чао-чао. Пока.